слава украине привет всем от полонского конгресс соединенных штатов америки не проголосовал помощь украине и свалил отдыхать на 13 дней до 28 февраля но они устали а наш понятно да они они бедненькие переработались устали забыли про украину и почесали отдыхать потому что ну да там же сосиска не зожжена индейка недоедена и так далее и так далее а ты горит воюй как хочешь но это приблизительно так выглядит интересно что еще даже джо байден рассердился на конгресс и написал что неспособность поддержать украину в этот критический момент никогда не будет забыто это точно казна касается не только конгресса но и самого байдена напомню что смотрите все это большая политическая игра по сути дела они не хотят помогать украине просто из-за выборов что демократы что республиканцы у них сейчас все мысли направлены на то чтобы у одних протащить трампа в белый дом у других оставить там байдена все остальное что называется сопутствующие как говорится потери которые ну скажем так мало значительно для них мы для себя должны сделать определенные выводы мы же смотрите америка не является надежным партнером это совершенно очевидно они болтуны один блистательный товарищ ким при всех его минусах вот такой для путина за один день решил поставки оружия большая и вроде бы могучая америка просто-напросто уже сколько там четыре месяца с ноября по моему они принимают эту помощь четыре месяца болтает болтуны не в состоянии ничего сделать только бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла вот это вот вся америка бла-бла-бла вот поэтому это это скажем так не надо не надо очаровываться чтобы потом не разочаровываться америка не является великой страной вот в том плане в котором мы ее себе представляли американский конгресс как вот высказался один из наших боевых офицеров мне понравилось телеграме он написал так что я я думал что хуже нашей верховной рады ничего нет оказалось я горит глубоко ошибался это по поводу конгресса да то есть не надо на них просто-напросто рассчитывать вот и все тут конечно сейчас можно что угодно говорит но очень жаль что предыдущие пять президентов страну тупо разворовывали и оставили у нас были огромные склады с боеприпасами помним что как когда они перестали быть ладно не будем об этом потому что сейчас опять начнутся эти все разборки вопрос следующем смотрите америка передавала нам оружие совершенно спокойно без всякого без всякого заказа вот этого специального закона да это было в двадцать втором году кому дома и месяца передали нам гуру вооружение ничего страшного было 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 желание вот то же самое сейчас они передают израилю несмотря на то что нету никаких нет никаких законодательств отношения израиля сейчас израилю поступает куча вооружений было бы желание есть желание вот то есть тут совершенно не зависит или практически не зависит от вот этих вот законов в краткосрочной перспективе там в плане там два три четыре пять месяцев вполне можно ограничиться вот как в случае с израилем или как случае с нами я говорю поставками например в нато в великобританию нато поставляет нам что или великобритания поставляет нам что тут сложного ничего я получается так республиканцам надо показать своему электорату электорат у них знаете такой мягко говоря не самые образованные то я сейчас очень мягко говорю вот ему нужно показать что они ни одной копейки не не допустят значит выхода ни одного цента из соединенных штатов америки куда-то наружу чтобы значит не были потрачены и драгоценное капиталовложение и драгоценные значит плательщики налогов и деньги вот не соображая что потом они этим самым вынуждают вот этих самых тупорылых плательщиков налогов которые тупорыл и голосуют за трампа пойти потом на фронт это будет потом они же понимаете избиратели трампа они видят только вот как да вы как и шаг или там как лошадь который шоры на глаза прицепили она видит вот перед собой там узкую полоску узкую полоску дороги перед собой а то что слева справа это ее не касается вот это очень точно как бы сравнение по избирателям которые голосуют за трампа да им нужно слышать всякую чухню которую несет рыжий и все вот в это вот все верить да так вот большому сожалению они вот заняли такую позицию что же касается байдена он хочет показать вот посмотрите из-за вот этих вот негодяев из-за республиканцев мы не можем оказать помощь украине посмотрите как там все плохо понимаете да вот и я об этом да вот то есть на самом деле при желании конечно американцы могли бы помочь но они этого пока что в данный момент не делают или мы этого не видим тут тоже может быть момент может и помогают но об этом не говорят сейчас об этом как бы молчат я не буду говорить что совсем не помогает кто его знает мы не знаем что там прилетает в польшу еще потом через границу идет мы этого не знаем и не видим мы только разу как бы рассуждаем так со стороны вот так что но публично публично они говорят о том что не помогают это публично и И вот этим они, конечно, подрывают свои собственные оппозиции, потому что все смотрят, что, еще раз говорю, Ким порешал вопросы вот так, за одну секунду, а Большая Америка показала себя, знаете, вот этим вот большим шкафом, который просто громко падает. И все. Они, конечно, опозорились с ног до головы. И, ну, это как бы их дело. А нам нужно делать свои выводы, нам нужно развивать свою промышленность военную. Что сейчас, слава богу, делается не всегда успешно, но ладно, хоть что-то делается. А рассчитывать на Америку совершенно не стоит, она того просто не заслуживает и не стоит. Еще один момент. В плане дальнейшего сотрудничества с США, кто бы там не был президентом, ну, должно быть, не должно быть поклонения перед ними, да? Ну, они есть и хорошо. Надо принимать ко вниманию в дальнейшем мнение Америки по тем, другим или третьим вопросам, конечно, надо. Точно так же, как мы принимаем, например, во внимание мнение Уганды, такой мною замечательно уважаемой страны, Мозамбика, Мексики или такой замечательной страны, как Буркина-Фасо. Мы, несомненно, примем во внимание мнение Америки. Ну, вот, как-то так.